В преддверии 1 сентября школа номер 54 открыла свои двери для нашей съемочной группы, чтобы репортеры первыми смогли дать оценку тому, насколько хорошо и качественно там был проведен капитальный ремонт. И нам понравилось. Все лето по коридорам и кабинетам разносились звуки дрелей и бензопил, а команды и переговоры рабочих велись, наверное, исключительно на русском литературном языке. Еще бы ремонтировался дворец знаний. Все трудились, не покладая рук. Главное теперь успеть как следует разгрести и ликвидировать строительный мусор до того, как прозвенит звонок на первый в этом году урок. Сделаны некоторые фасадные ремонтные работы. Кроме этого, сделан очень большой ремонт на сумму чуть больше 17 миллионов по замене дверей, окон, меняется отопительная система, сделан ремонт стен, некоторых кабинетов. Средственно-капитальный ремонт, в котором так сильно нуждалась школа, были выделены из городской казны. Детвора будет очень рада обновленному дизайну школьных коридоров, спортивного и актового залов. В такой обстановке учиться и проводить большую часть дня куда приятнее. Кроме того, в этом году в 54-ю школу пойдут учиться сразу пятеро ребятишек с Украины. В этом году глобальный капитальный ремонт был проведен в двух школах Рязани – 39-й и, собственно, в 54-й. И это весьма позитивный момент. В конце концов, если уж говорить о всевозможных реформах образования и новейших методиках преподавания, то и обеспечиваться этот высокоинтеллектуальный процесс должен в соответствующих условиях. А то как-то не укладывается пазл в логическую картинку. Согласитесь, весьма нелепо смотрятся современнейшие компьютеры и интерактивные доски в окружении битых стекол и скрипучих полов. Субтитры создавал DimaTorzok